Привет, меня зовут Алексей Полихович, я сидел три года, три месяца, три дня по балансному делу. Я занимался тем, что я вытаскивал людей как бы из лап ОМОНовцев и дернул. По крайней мере ОМОНовец так говорит, что он через пять месяцев вспомнил, что я дернул его за руку. Ну, как бы я не отрицаю, в схвалке мог вполне и дернуть его за руку, как бы. Он описывал, что это было очень важно для момента в жизни, ему было очень больно, физически и морально, и он потом даже три дня не спал с женой в своей водной постели, а он это говорил на суде. Летом 2012 года меня закрывали, и я приехал в СИЗО «Медведь», и меня первое, что поразило, это где-то было, может быть, 11 или 12 часов ночи, и когда нас начали везти по коридору, везде стоял крик, вот во дворе тюрьмы стоял такой крик. Все, не знаю, голосов 20, наверное, перекрикывались друг с другом, что-то кричали, что-то выясняли, говорили какие-то непонятные слова. Мне показалось, что это бунт начался в тюрьме. И меня тогда сильно это поразило, когда я зашел в камеру, я как раз и сказал прям человеку, что это все кричат, что это происходит. Я такой, ну, это дорога. Но дорога — это такая запрещенная с точки зрения администрации штука, когда все арестанты делают веревочки и соединяются этими веревочками между камерами, и таким образом обмениваются чем угодно. Там письмами, теневая администрация тюремная, там всякие блатные авторитетные люди, они там пишут какие-то обращения ко всем арестантам. Кто-то присылает еду какую-то кому-то, кто-то переписывается с подельником, кто-то там присылает телефон или что-то там, наркотики, все что угодно, в общем. Все, что есть в тюрьме, можно послать по дороге, но если это пролетит, конечно, в решетку. Вот эта вот дорога, она происходит посредством коней. Ну, конь — это такая веревка, она делается из простыни, обычной простыни, которую можно выменять у банщика, там, за пачку сигарет. Ты берешь простынь, берешь мойку, мойка — это лезвие из бритвы, разрезаешь простынь на такие лоскуточки, потом берешь три лоскуточки, связываешь их косичкой. Классический конь, не знаю, может быть, метр два-три он занимает. Ты там сплетаешь его, там завязываешь, чтобы он не развязался, потом берешь носок, желательно длинный и упругий, чтобы он тянулся. Ты засовываешь конфетку или пробку из бутылки, потом ты вот эту пробку в носке ты привязываешь к веревке. Это называется карман. Одной стороной он привязан намертво, а вторая как бы она отвязывается и завязывается. Берешь письмо, ручку, пачку сигарет, засовываешь в носок, привязываешь к веревке, но не сильно, чтобы его можно было развязать, но одновременно, чтобы он не развязался в пути. Бывало, когда там присылали такие просто паровозы еды, как бы вот тут колбаса такая была вся, поэтому он должен быть эластичный, чтобы туда можно было много запихнуть. Котов так посылали тоже бывало. Кот не включен в список запрещенных предметов в тюрьме, поэтому его можно... И просто у вас есть некая там система знаков со соседней камеры. На дороге всегда сидит человек, он смотрит, когда конь дергается, и он понимает, что это значит, что в носок на той стороне, там не знаю, в другой камере что-то положили, нужно его затянуть. Вот мы сидели наверху на третьем этаже, и у нас дорога была только вниз, на второй этаж. А на втором этаже была дорога в четыре стороны. Вниз, вправо, влево и вверх с нами. Но как бы у нас был тупичок. То есть на нас шли только вещи, которые только нам идут. Чтобы не нужно было все время сидеть на дороге, мы привязывали ложку к коню. И когда такой будильник делали, и когда коня забирали, ну, им что-то приходит на второй этаж, они должны нам передать на третий. Они как бы понимают, что это нам посылка. Они забирают коня, забирают веревку, он как бы, ну, утягивается, и ложка бьется о решетку, и так как бы человек, который на дороге, он просыпается и понимает, что ему нужно сейчас ждать какие-то посылки. Вот, так это происходило. Нужно, когда новый человек в этом обществе появляется, нужно это общество об этом осведомить. И поэтому там пишется определенная бумажка, что вот такой человек заехал, такая статья. Курсовая называется. Эта курсовая, она как бы ходит по всей дороге. Ты видишь, что приехал такой человек. Ну, ты ему типа пишешь, там, привет, у меня такая статья, наверное, ты, как бы, мой подельник. И он тебе отвечает, да, там, здорово. И там, я про тебя читал, там, в газете, там, или что-то такое. Вывод такой я сделал, что я сдерживался еще, к тому же, но, видимо, сдерживаться было не нужно, потому что как бы смысла никакого в этом не было. То, что я пытался сдерживаться и не совершать противоправленные действия, никому это на суде не было важно. Важно было, что я там был, у меня установили по видео, и я, как бы, там, как-то активно действовал, даже, там, стараясь находиться в рамках закона. Спасибо.